Глава Люберец Владимир Ружицкий провел очередную встречу с жителями. На ней обсудили вопросы зимнего содержания территорий, а также подвели итоги года. Кроме того, люберчане смогли задать властям наболевшие вопросы. Финальную в этом году встречу посвятили зимнему содержанию территорий Люберецкого округа. Владимир Ружицкий, поприветствовав гостей, рассказал о готовности к холодам. Мы к зиме готовимся, закупаем всевозможные песчано-соляные смеси, всевозможные реагенты. Готовим технику, готовим людей. Также глава округа рассказал о планах на 2018 год, куда вошли комплексное благоустройство 67 дворовых территорий, а также переход на раздельный сбор мусора. В Московской области будет 4 мусоросжигающих завода, но чтобы мусор сжигать, он должен быть разделен. Поэтому разные фракции, есть стекло, есть ключа и бетон, есть пластмасса, есть дерево, есть пищевые отходы. Мы со следующего года ставим задачу управляющим компаниям подойти вместе с жителями. Жителей надо как-то, я не знаю, и организовывать, и просить, и где-то воспитывать. Надо приступить к раздельному сбору мусора. Затем перешли к вопросам от жителей. Особо острые касались переселения из ветхого жилья и благоустройства. Двери все выломаны, у нас газовые колонки. Плюс старость домов, просто мародерством люди занимаются, ходят. И поэтому просто опасность для всего населения. Особенно много вопросов и возмущений были связаны с проблемами работы общественного транспорта. Это же ужас. Первый автобус ездит плохо, не по расписанию. 453-й вообще не дождешься один раз. Владимир Ружицкий предложил организовать отдельное собрание с участием общественников ГИБДД и Минтранса по всем дорожно-транспортным вопросам. В 20-х числах января мы в администрации соберем людей активных только по транспорту. Здесь Бирюков Олег Петрович, он нет. Здесь, да. Вы меня узнаете? Нет. Сколько раз я к вам приходила, просила, чтобы повесили нам расписание. Почему? Три месяца я нет такого. Ну-ка, давай, отчитывайся. Регулярно автоколонна, у них технический отдел, делает объезд остановочных пунктов. Там, где отсутствует расписание, они их восстанавливают. Но с такой же регулярностью некоторые исчезают эти расписания. Также жители задавали вопросы по организации торговой деятельности и сдаче жилья в недостроях, реализации программы «Доступная среда», а также поступило предложение по созданию баскетбольной команды для людей с ограниченными возможностями. Эта команда позволит заниматься баскетболом, таким паралимпийским видом спорта главным, людям на колясках и людям, у которых есть ампутация. Во встрече приняли участие более 200 человек. Все замечания, высказанные жителями в ходе беседы, были зафиксированы и взяты под контроль. После мероприятия участники объединялись контактами с представителями власти для дальнейшего решения вопросов.